Всем привет! Барбус суматранский одна из самых известных и распространенных аквариумных рыб. Уже многие десятилетия пользуются популярностью благодаря своей неприхотливости и эффектному внешнему виду. Рыба имеет множество селекционных форм. Рыба прекрасно адаптирована к домашним аквариумам и может быть рекомендована аквариумистам с любым опытом. Барбус имеет тело округлой формы с высоким спинным плавником и заостренной головой, придающей ей стремительные очертания. Преобладающая окраска тела варьируется от желтого до красноватого оттенка с отчетливыми четырьмя черными полосами. Благодаря данным полоскам рыба и получила свое название. Плавники и хвост часто имеют красную окраску. В период нереста голова самцов становится ярко-красной. Кормление. Барбус – всеядный вид. В домашнем аквариуме вполне достаточно кормить специализированным высококачественным сухим кормом, предназначенным для барбусов. Разнообразить рацион можно живым или растительным кормами. Уход и содержание. Барбус суматранский не предъявляет особых условий для своего содержания. Обычный набор внутреннего оборудования состоит из фильтра, аэратора и обогревателя. Фильтр помимо очистки обеспечит движение воды, что будет держать рыб в тонусе и положительно сказывается на окраске самцов. В оформлении следует по возможности повторить естественную среду обитания. Густые заросли растений вдоль стенок аквариума обеспечат чувство защищенности и оставят свободное пространство для плавания в центре. Субстрат песчаный, который можно украсить корягами, кусками дерева и корнями. Совместимость. Барбус стайный вид. Рекомендуется содержать группой не менее шести особей, при одиночном содержании проявляет агрессивность по отношению к представителям других видов. Барбус склонен надкусывать длинные плавники или усики у некоторых видов рыб, у которых они отличаются большими размерами, например, у гурами или золотых рыбок. Совместное содержание возможно с представителями рода барбусов, а также с другими активными видами схожего размера, более мелким рыбам может угрожать опасность. Разведение. Барбус становится половозрелым уже на третий месяц жизни при размере 3 см. Поскольку рыбы не проявляют родительской заботы, нерест желательно осуществлять в отдельном резервуаре. Нерестовый аквариум должен быть не менее 40 литров из оборудования достаточно простого фильтра с губкой в качестве фильтрующего материала и обогревателя. В качестве субстрата искусственные шарики диаметром около 1 см. Или гравий схожего размера и любые растения. Параметры воды. Уровень жесткости до 10 градусов, кислотность около 6, а температура 24-26 градусов. Как только заметите, что у самцов или у одного самца голова стала красной. Значит, начинается период нереста. Следует подготовить нерестовый аквариум и выбрать самку с самым крупным животом. Именно она первая отправляется на новое место, самец присоединяется через день. Ритуал ухаживания длится недолго. Самец плавает вокруг с распущенными плавниками, пытаясь привлечь внимание самки. В процессе нереста самка выпускает в воду по три икринки за раз. Всего может быть выпущено до 700 икринок. Самец сразу их оплодотворяет. Икринки падают на грунт и закатываются в пространство между шариками и становятся недоступными родителям, которые могут полакомиться ими. По окончании нереста родителей возвращают в общий аквариум. Мальки появляются на вторые сутки, а уже через пять дней начинают свободно плавать. Кормить мальков нужно инфузорией. Всем спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова